Обычная губка с пищевой содой превратится в ластик для небольших жирных пятен, отпечатков пальцев и разводов на стенах. Или на любых других окрашенных участках, таких как поверхность мебели или деревянных заборов. Насыпьте немного пищевой соды на сухую губку и круговыми движениями потрите испачканное место. Затем чистой сухой тканью сотрите соду, чтобы избавиться от остатков грязи. Если вы опасаетесь, что это может испортить краску, попробуйте сначала насыпать совсем немного соды и посмотреть, как отреагирует поверхность. Если хотите извлечь максимальное количество сока из лимона или лайма, сначала положите фрукт в микроволновую печь на 15 секунд. После этого немного покатайте его по твердой поверхности. А теперь смело пользуйтесь ручной соковыжималкой. Если уронить на пол стекло или керамику, бывает довольно сложно заметить и собрать все мелкие осколки. Особенно если стекло прозрачное. Угадайте, что может вам помочь. Кусочек хлеба. После того, как вы уберете все крупные осколки, аккуратно протрите пол толстым ломтиком хлеба, чтобы собрать мелкие остатки. Они должны застрять в хлебе. Но делайте это очень осторожно, а лучше наденьте защитные перчатки. И смотрите, не приготовьте себе бутерброд сразу после этого. Я серьезно. Если вы большой поклонник чеснока, вот вам совет. Разрежьте один зубчик чеснока пополам и натрите им пустую миску для приятного аромата. Теперь вы можете положить туда пасту, ризотто или салат и наслаждаться любимым вкусом. Тубы от чипсов Принглс сделаны из смеси бумажного пластика и металла, что превращает их в надежные контейнеры для продуктов. Можете покрасить тубы в один цвет, чтобы они соответствовали вашей минималистичной кухне. А затем прикрепить сбоку этикетки. Вам тоже бывает трудно вставить нитку в иголку? Вот простой выход. Положите зубную щетку на стол и пропустите нитку через щетину щетки. Теперь аккуратно введите иголку сверху вниз. Щетинки помогут вам без труда просунуть нитку в ушко. Как только вы получите петлю, протяните ее пальцами. Если на вашей любимой кружке появились пятна от чая, которые никак не отмываются, попробуйте нанести немного зубной пасты на губку. Она также поможет, когда вы захотите вернуть блеск столовым приборам. Лучше использовать мягкую абразивную губку. Она очень полезна при удалении темных пятен на посуде. Допустим, вы получили великолепный букет. Но цветы вмиг приобрели печальный вид. Вы можете продлить им жизнь очень легко и почти бесплатно. Для начала наполните вазу свежей водой и положите пару чайных ложек сахара. Это поможет подпитать цветы. Перед тем, как поставить цветы обратно в вазу, отрежьте около сантиметра от стебля. Но обязательно срежьте под углом, вот так. Этот трюк увеличит поверхность впитывания воды. Повторите это со всеми стеблями, особенно с жесткими. А теперь поставьте букет обратно в вазу. Цветы воспрянут в течение 12 часов. Если у вас мерзнут ноги, поставьте их в вазу. Нет, подождите. Используйте фен, чтобы заранее прогреть тапочки. Этот совет также применим к вашей уличной зимней обуви. Кстати, о ногах. Есть отличный способ избавиться от неприятного запаха. Нанесите около 10 капель вашего любимого эфирного масла на 2 ватных шарика. Поместите шарики в обувь и оставьте на ночь. Утром достаньте их и наслаждайтесь приятным запахом. Вы также можете смешать несколько любимых масел, чтобы придать обуви еще более интересный аромат. Если слив в раковине засорился и стал пахнуть, есть потрясающий совет, как решить эту проблему. Насыпьте в середину пару ложек пищевой соды и полите небольшим количеством уксуса. А теперь наслаждайтесь зрелищем. Смесь вспенится и поможет разрыхлить грязь. Все мы пытались зажечь спичку на улице в ветреную погоду и терпели неудачу. Значит, мы что-то делали неправильно. Есть простой способ подготовить спичку заранее с помощью острого ножа. Аккуратно срежьте 4 угла сразу за головкой спички. Затем повторите эти действия еще раз, чтобы получилось вот так. 8 маленьких занос помогут создать более сильное ветроустойчивое пламя. Если у вас маленький шкаф с ограниченным пространством для новой одежды, снимите металлические кольца с крышек старых банок от напитков. Они станут идеальными петлями для крепления дополнительной вешалки. Просто наденьте кольцо на крючок. Вот так можно удвоить и даже утроить пространство для хранения на одной вешалке. Если вам нужно сделать аварийную свечу, вы можете использовать один очень распространенный продукт из холодильника. Догадались, что это такое? Сливочное масло. Отрежьте кусок охлажденного сливочного масла и положите его на жаропрочное блюдо. Проколите отверстие прямо по центру зубочисткой или деревянной палочкой. Теперь нужен фитиль. Вы можете использовать обычную хлопковую нитку или шпагат. Отрежьте нужную длину и просуньте фитиль в отверстие так, чтобы он доходил до самого основания свечи. Слегка смажьте его конец маслом и зажгите вашу новую самодельную свечу. Используйте утюжок для волос, чтобы разгладить надоедливые складки на галстуке. Или, допустим, вы работаете в магазине и вам приходится иметь дело с кучами помятых купюр. Утюжок поможет вам быстро разгладить деньги, чтобы сложить их в небольшие стопки, которые затем можно аккуратно упаковать в рюкзак. А, даже не вздумайте. Вау! Эта молния тугая. Почему она не может скользить плавно, как все остальные молнии? Не спешите выбрасывать куртку. Возьмите кусок мыла и осторожно потрите им вверх-вниз по молнии. Повторите это с обеих сторон. Чувствуете разницу? Отрежьте одну штанину от старых колготок и вставьте в нее две длинные картонные трубки. Проденьте конструкцию под межкомнатной дверью, чтобы разместить по одной трубке с каждой стороны. Это защитит вас от любого сквозняка, потому что колготки закроют щель под дверью. Вы также можете применить этот трюк, когда вам нужно сделать полное затмение в комнате. Только не забудьте использовать плотные черные колготки. Допустим, вы едете на конференцию в другой город и ваш график будет очень плотным. Вы можете заранее подготовить комплекты на каждый день и разложить их в разные отделения подвесного органайзера для хранения одежды таким образом. Положите его прямо в чемодан, застегните молнию и вы готовы к поездке. Приехав в отель, вы сможете аккуратно достать этот органайзер и повесить его в шкаф всего за две секунды. Главное, не забудьте взять обувь. Есть ли способ вбить гвоздь в стену, не повредив пальцы? Ответ «Да». Возьмите расческу и протолкните гвоздь между зубцами. Так вы сохраните свои пальцы в безопасности. Когда процесс пойдет, можете аккуратно выдвинуть расческу и дальше забить гвоздь без нее. Если вам срочно нужна металлическая губка для мытья кастрюли или сковороды, используйте кусок фольги. Скомкайте его в шар, нанесите немного средства для посуды и ваша новая губка готова. Начинайте мыть и приготовьтесь удивляться. Очень эффективно, правда? Кстати, фольга не обязательно должна быть новой. Можно взять кусок, который вы уже использовали для приготовления пищи. И последний совет для перфекционистов. Когда на душевой лейке скапливается известковый налет, вода перестает течь равномерно. Чтобы это исправить, наполните пластиковый пакет обычным уксусом. Затем положите душевую лейку в пакет, закрепите его лентой и оставьте на ночь. Утром можно слегка потереть душевую лейку старой зубной щеткой или щеткой для одежды. Это поможет удалить остатки грязи от жесткой воды. Этот трюк также подойдет для чистки смесителей. Вы паркуетесь в темном переулке, запираете автомобиль и уходите всего на пару минут, чтобы купить кофе. Когда вы возвращаетесь в вашего любимого автомобиля, уже нет. Звучит сирена. Постойте, это будильник? Фух. К счастью, это был всего лишь сон, и вы можете помочь ему никогда не сбыться. Прежде всего, установите в автомобиле блокиратор рулевого колеса. Это может быть либо длинный металлический стержень, проходящий через руль, либо цепной замок, соединенный с пряжкой ремня безопасности. Оба варианта хороши, чтобы замедлить злоумышленников, которые могут проникнуть в ваш автомобиль, но не защитят от угонщиков на 100%. Воры могут распилить руль или даже замок, поэтому для уверенности стоит добавить дополнительную защиту. Преступники любят использовать гаджеты, которые перехватывают сигналы и помогают угонять автомобили без ключа. Например, если автомобиль припаркован в гараже частного дома или под окнами многоэтажного здания, ключи излучают радиосигналы. Воры могут легко их перехватить, а владелец автомобиля ничего не заметит. Чтобы защитить ключи от таких атак, храните их дома, в чем-нибудь металлическом. Можете завернуть ключи в фольгу, чтобы блокировать радиосигналы или убрать в металлическую коробку. Паркуйтесь в хорошо освещенных местах, где есть камеры наблюдения. Лучше всего у входа в здание или на стоянках. Крытая парковка – сомнительный выбор, поскольку там вы можете оказаться в опасности. Если вы все-таки припарковали машину в таком месте, держитесь поближе к охране или там, где вас видят камеры наблюдения. Разворачивайте колеса к обочине, где бы вы ни парковались. Это усложнит задачу ворам, если они попытаются отбуксировать автомобиль с помощью эвакуатора. Чтобы угнать автомобиль, преступникам придется совершать дополнительные маневры. Это требует времени и усилий и может заставить их передумать. Во многих случаях преступники охотятся не за вашей машиной. Их может привлечь ноутбук, оставленный на переднем сидении, или дизайнерская сумка, которая выглядит так, будто она набита ценностями. Это огромный соблазн, который часто приводит к взлому. Не поленитесь спрятать свои вещи в багажник, и автомобиль сразу станет менее интересным для преступников. Не бросайте машину даже на мгновение, чтобы что-то купить. Если вам нужно выйти, глушите двигатель, закрывайте окна и запирайте двери. Хранить регистрационные документы в машине – хороший способ облегчить жизнь ворам. Угонщикам будет, что предъявить сотрудникам полиции, если их остановят. Информация о страховке и ВИН-код помогут им без проблем получить новые ключи, чтобы отпереть машину. Если вы не единственный человек, который пользуется автомобилем, найдите тайное место, где можно спрятать регистрационные документы и расскажите о нем только тем людям, которым вы доверяете на 100%. Вы также можете сфотографировать все свидетельства и страховки и сохранить их в своем смартфоне. Еще один вариант – сделать копии этих важных документов и носить их с собой. Пометьте лобовое стекло, окна и зеркала ВИН-номером – уникальным идентификатором автомобиля. Эта услуга стоит недорого, но отпугивает злоумышленников. Им придется потратить деньги на замену маркированного стекла, и они дважды подумают, стоит ли связываться с вашим автомобилем. Вы также можете поиграть в шпиона и оставить метки невидимой ручкой на разных частях автомобиля или зашифровать послание в виде точек. Это не остановит воров, но облегчит отслеживание автомобиля, если его угонят. Если вам нужно оставить машину в новом месте, которое не кажется безопасным, спрячьте в ней старый включенный телефон или планшет. Убедитесь, что у вас есть возможность отследить устройство. Тогда функция «Найти мой телефон» поможет вам в считанные секунды определить местонахождение гаджета и автомобиля. Можете либо купить дешевый тарифный план для отслеживания в режиме реального времени, либо положиться на GPS. Он должен работать даже без сим-карты. Защитите боковые зеркала от воров с помощью специальных чехлов. Вы можете найти модели с замками из неразрезаемых материалов. Чехлы также защитят боковые зеркала от царапин и потертостей и продлят срок их службы. Можете проявить творческий подход и выбрать чехлы с логотипом, любимой командой или чем-то еще, что важно для вас. Так вы сделаете автомобиль уникальным, не потратив много денег. Угонщики используют разные схемы, чтобы отвлечь ваше внимание. Листок бумаги, приклеенный к заднему стеклу, пластиковая бутылка над колесом или рубашка на багажнике. Такие мелочи, скорее всего, заставят вас выйти из машины. Плохие парни могут притвориться добрыми и отзывчивыми и попросить вас остановиться, потому что под вашей машиной что-то есть. Идея, опять же, в том, чтобы выманить вас из салона. Вместо того, чтобы выходить, закройте окна, заприте двери машины и не покидайте салон, пока рядом находится кто-то подозрительный. Не только преступники могут навредить вашему автомобилю. Зимняя погода создает много проблем. Если вы не хотите по утрам отскребать от лобового стекла примерзшие дворники, оставляйте их поднятыми, когда уходите. Возможно, вы слышали, что это разрушает пружины рычага и может привлечь внимание воров к щеткам стеклоочистителей. Не волнуйтесь, пружины не теряют своей упругости, и не так уж много людей охотятся за вашими дворниками. Если вы забыли их поднять и обнаружили, что они накрепко примерзли к лобовому стеклу, попробуйте включить кондиционер. Холодный воздух размораживает окна так же, как и теплые, за счет снижения влажности. Если замок замерз и вы не можете попасть внутрь автомобиля, обработайте его дезинфицирующим средством для рук. Это вещество легко растопит лед. Чтобы на лобовом стекле не образовывался лед, смешайте три части уксуса и одну часть воды и распылите этот раствор на стекла на ночь. Утром вам не придется тратить время на очистку. В холодную погоду держите бензобак заполненным более чем наполовину. Влажный воздух будет рад заполнить пустое пространство над топливом в баке. И на холоде влага превратится в конденсат. Вода плотнее бензина, поэтому она осядет на дне бака. Когда ее накопится достаточно много, она попадет в двигатель. А это не очень хорошо. Чтобы защитить автомобиль от ржавчины, регулярно мойте его. Это важно, потому что грязь повреждает прозрачное защитное покрытие краски и открывает путь для ржавчины. Не забывайте мыть ходовую часть автомобиля и колесные арки. Убедитесь, что краска на автомобиле не скалывается и не шелушится. Этот слой нужен для защиты машины от внешних воздействий. В холодное время года соль с дорог может стать причиной появления ржавых пятен. Чтобы этого избежать, зимой нужно ополаскивать автомобиль раз в неделю. И не забывайте натирать его воском не реже двух раз в год. Это еще один способ сохранить лакокрасочное покрытие и защитить его от ультрафиолетовых лучей. Еще одна хорошая идея – поддерживать чистоту внутри автомобиля. Если вы что-то пролили, всегда вытирайте жидкость. Вы же не хотите, чтобы она просочилась дальше и попала на металлические детали. Именно так образуется ржавчина. Вот как вы можете защитить свою банковскую карту от потенциальных мошенников. Закрасьте маркером последние четыре цифры. Или можете использовать наклейку, которую легко снять и поместить ее поверх кода безопасности. У вас в доме был гость, который не пользовался подставкой для кружки? Возьмите фен и держите его в паре сантиметров от пятна. Подуйте на кольцо пару минут воздухом средней температуры, чтобы оно испарилось. Если на мебели останется потускневший след, смешайте в миске равные доли уксуса и оливкового масла. Нанесите смесь на пятно и втирайте, пока оно не исчезнет. А затем промокните поверхность. Не тратьте время на оттирание пригоревшей еды со дна кастрюли. Вместо этого наполните ее водой и добавьте три столовые ложки соли. За ночь соль растворит пригоревшие пятна и вам останется только вылить воду. Так гораздо легче отмыть любой жир. Представьте себе, вы в отпуске и ваша рубашка помялась в багаже. Она нужна вам сегодня вечером, но в отеле нет утюга. Не паникуйте. Повесьте рубашку в ванной. И пока вы расслабляетесь под горячим душем, тепло и влага разгладят ткань. Не ждите идеального результата. Зато и от вас не потребуется усилий. Вы смотрите футбол и понимаете, что в пульте от телевизора села батарейка. Подходящей замены нет. Вы можете использовать батарейку меньшего размера, которая легко поместится внутри. Возьмите немного алюминиевой фольги и скомкайте ее. Вставьте шарик в зазор со стороны плоского конца батарейки. Все готово. Можете пользоваться пультом. Вы получили посылку, а чек заклеен скотчем. Вам удалось отклеить его от коробки, но как отделить ленту, не порвав бумагу? Возьмитесь за оба конца ленты и потяните их в разные стороны. Скотч растянется и отделится от бумаги, не порвав ее. Пакеты с замком молнии идеально подходят для защиты вещей от влаги, но было бы здорово, если бы они были побольше. Возьмите два таких пакета и выверните один из них наизнанку. Теперь их можно соединить в один большой пакет. Достаточно большой, чтобы защитить клавиатуру. Нет необходимости держать ключи в руке, когда вы отправляетесь на пробежку. Вместо этого положите их в карман, возьмите резинку и обвяжите ей карман изнутри. Так ключи не выпадут. Вы сломали ключ в двери. Он застрял. Отлично, придется платить за вызов слесаря. Но есть более дешевый и быстрый вариант. Попробуйте использовать стержень для клеевого пистолета. Нагрейте его конец зажигалкой и, когда он начнет плавиться, вставьте стержень в замочную скважину. Расплавленный клей войдет в свободное пространство, покрыв часть ключа. Остыв, клей прочно закрепится на конце ключа. Теперь просто вытащите его. Если вам нужно набрать жидкость в шланг и вы хотите избежать использования рта, опустите один конец в жидкость, а другой поднимите, закрыв отверстие большим пальцем. Начните встряхивать шланг вверх-вниз. Это движение будет понемногу проталкивать жидкость вверх. И как только она достигнет конца шланга, опустите его и пусть гравитация сделает остальное. Вы захлопнули ключи в машине. Это старая модель с опускающимся окном. Вы можете взять вешалку и начать долгий процесс поиска замка. Или используйте клеевую ленту. Нарежьте около 20 нитей длиной 60 см. Приклейте их к окну, оставив снизу хвосты, за которые вы сможете ухватиться. Затем вместе с другом возьмитесь за концы ленты, держа их вместе и потяните вниз. Усилие опустит стекло настолько, что вы сможете отпереть дверь. Вашей старой дрели может не хватать мощности, чтобы вкручивать длинные шурупы в твердое дерево до конца. Возьмите кусок воска и натрите им резьбу шурупов. Воск работает как смазка. Он расплавится при нагревании и поможет шурупу вкрутиться. Вы отправились в поход, но не взяли с собой ничего, чтобы разжечь костер. Возьмите небольшой пластиковый пакет, который не протечет. Наполните его водой и плотно закройте, чтобы получился округлый пузырь. Держите его над тем местом, где вы хотите разжечь огонь. Пакет с водой сработает как увеличительное стекло. Главное, чтобы день был солнечным. Не хватает штопора или пробка сломалась на полпути, с помощью зажигалки нагрейте верхнюю часть бутылки. Под воздействием тепла стекло немного расширится, и это вытолкнет пробку наружу. Вы снова склеили пальцы суперклеем. Возьмите немного соли и насыпьте ее поверх склеенных пальцев. Опустите пальцы в воду и медленно потрите. Смесь растворит клей и освободит вас в мгновение ока. Когда вешаешь картину, бывает трудно найти упрямый гвоздь. Разверните вилку рукоятью вверх и вставьте ее так, чтобы гвоздь оказался между средними зубцами. Вилка послужит рычагом, отделенным от стены, и поможет надеть петлю картины на гвоздь. Выровняв картину, просто выньте вилку. Вам нужно положить торт в контейнер, но доставая лакомство снова, его легко испортить. Переверните крышку вверх дном и положите на нее торт. Теперь сам контейнер станет крышкой, что значительно облегчит доступ к торту кусочек за кусочком. Вода быстрее выльется из больших бутылок или кувшинов, если вы будете их вращать. Это заставит жидкость внутри крутиться, создавая вихрь. Вихрь позволит воздуху поступать обратно в бутылку по мере выливания воды, что ускорит процесс. Есть более простой и менее грязный способ почистить вареное яйцо. Когда оно полностью сварится, раскалите скорлупу с обоих концов, постучав по ним. С одного конца отщепните скорлупу, хорошенько подуйте на это отверстие. Сила воздуха надавит на мякоть, скорлупа расширится и сама снимется с яйца. Петли у ноутбуков часто ломаются, и их замена стоит дорого. Гораздо дешевле купить рамку для фотографий и приклеить ее к задней части экрана. Вы уронили на пол небольшое украшение, и теперь его невозможно найти. Возьмите чулок и наденьте его на конец шланга пылесоса. Пропылесосьте помещение, периодически проверяя конец шланга. Так вы обязательно найдете пропажу. Вы просверлили отверстие в стене, и оно оказалось слишком широким. Удалите шуруп и найдите что-то, что немного короче и тоньше. Кусочки пластика, маленькие провода, скрепки или даже зубочистки подойдут идеально. Поместите их в отверстие. Они достаточно заполнить зазор, чтобы винт стал прочно держаться. Вынося мусор, вы можете попасть в неприятную ситуацию, когда на вас капает жидкость из мусорного ведра. А отличный способ избежать этого – класть на дно мешка старой газеты. Они не только впитывают все жидкости, но и помогают предотвратить появление неприятных запахов в мусорном ведре. Никто не любит комаров, а пестициды стоят дорого. Дешевая альтернатива – взять пластиковую бутылку и отрезать ее верхнюю часть. Полученную воронку переверните вверх дном и поместите внутрь бутылки. Смешайте две чашки теплой воды с двумя столовыми ложками сахара. Этот состав привлечет комаров, и они окажутся в ловушке. Теперь вы можете расслабиться. Вас никто не укусит. Вы и ваши лучшие друзья мчитесь по шоссе. Вдруг один из них выключает кондиционер и опускает стекла. Нееет! Он хотел помочь вам сократить расходы на бензин и совершил одну из классических ошибок. Выключение кондиционера и выбор в пользу естественного ветерка помогают, пока вы стоите в пробке. Когда вы едете с опущенными стеклами по шоссе, вы создаете ненужное сопротивление ветра. Автомобилю требуется больше энергии, чтобы двигаться вперед, и в итоге вы сжигаете больше топлива. Однако, если вы медленно движетесь в пробке в черте города, отключение кондиционера – неплохая идея. Возможно, поездка будет не самой комфортной, но мы сейчас говорим не об удобстве, а об экономии. А теперь быстрый тест на здравый смысл. У вас есть два маршрута на выбор. Один короче, а другой на карте выглядит длиннее. Какой вы выберете? Здравый смысл кричит «Первый!». Но на самом деле короткий маршрут не всегда лучше с точки зрения расхода бензина. Нужно выбрать тот путь, где меньше знаков стоп, светофоров и пробок. Такой маршрут потребует меньше ускорений и замедлений, которые съедают больше всего бензина. Поэтому планируйте свой маршрут с умом. Можете воспользоваться приложениями, которые показывают данные о дорожной обстановке в реальном времени, или интерактивными картами с указанием светофоров. Возможно, у вас в багажнике есть мешок с песком, старая надувная кровать, пара обуви или пять канистр с водой. Если хотите сэкономить, придется избавиться от них. Потеря 50 килограммов балласта, который вы возите в автомобиле, снизит расход бензина в среднем на 1%. Больший вес означает больший расход топлива. Вот такая простая дорожная математика. Меньше тормозите и разгоняйтесь. Езда со стабильной скоростью выше 80 км в час поможет вам сэкономить на бензине. Каждый раз, когда вы бьете по тормозам или стартуете после светофора словно ракета, вы заставляете двигатель работать в усиленном режиме, а он, как известно, питается топливом. Кроме того, агрессивное вождение – это невежливо, поэтому разгоняйтесь медленно и тормозите плавно. Не разгоняйтесь с нуля до 100 км в час и не тормозите резко без необходимости. Круиз-контроль может помочь вам в спокойном и уверенном вождении, когда вы находитесь на ровной местности, например, на шоссе. Но когда вы приближаетесь к холмам или горам, круиз-контроль заставляет автомобиль потреблять слишком много бензина без веской причины. Поэтому выключите его, дайте скорости немного снизиться при подъеме, а затем медленно увеличивайте скорость при спуске. Это снимет лишнюю нагрузку с вашего двигателя. Припаркуйте автомобиль за пару кварталов от места назначения. Это лучше, чем 7 раз объезжать нужный квартал в поисках свободного уголка для парковки. Подумайте, сколько нервов, времени и, главное, бензина вы можете потратить впустую. Лучше сразу припарковаться и немного пройтись пешком до оживленной торговой улицы, бизнес-центра или любимого ресторана. Не затягивайте с заправкой до последней капли. Приучите себя делать это, когда бак опустеет на три четверти или когда у вас есть свободное время. Так вам не придется в спешке заезжать на ближайшую заправку, чтобы не застрять посреди города или шоссе, и у вас будет время выбрать лучшее предложение. Есть специальные приложения для поиска бензина, которые помогут вам найти лучшую цену. Иногда ради этого стоит прокатиться в соседний регион, и лучше не заправляться на главных трассах. Это всегда дороже. Если вы все время пользуетесь одной сетью заправок, не стесняйтесь просить награду за верность. Подпишитесь на программу лояльности, установите приложение, оформите карту. Все, что потребуется, чтобы получить скидку, кэшбэк, бонусные баллы и другие привилегии. Некоторые магазины сотрудничают с автозаправочными сетями, позволяя вам использовать баллы за покупки для получения скидки на бензин. Даже пара рублей за литр имеет значение, так что не поленитесь узнать условия. Владельцы гибридных автомобилей, этот совет для вас. Попробуйте включить кондиционер, когда автомобиль подключен к зарядному устройству. Это поможет увеличить запас хода автомобиля, когда вы отправитесь в путь, а значит вы потратите меньше денег на бензин. Если вы вводите автомобиль новейшей модели, двигатель должен автоматически останавливаться, когда вы переводите машину на холостой ход. Если это не ваш случай, избегайте холостого хода, чтобы экономить топливо. Иногда вы ждете зеленого сигнала светофора от 45 до 120 секунд, а для запуска двигателя требуется всего 10 секунд. Если вам приходится останавливаться больше, чем на 10 секунд, заглушите двигатель. Иначе он будет съедать до 2 лишних литров топлива в час. Если вы не особенно волнуетесь о безопасности, осматривайте свой автомобиль хотя бы из соображений экономии. Проверяйте, хорошо ли накачаны шины, по крайней мере, раз в месяц. Недокачанные шины быстрее изнашиваются, пробуксовывают и расходуют бензин. Проверьте в руководстве по эксплуатации, как часто нужно проводить диагностику двигателя. Это зависит от возраста и модели. Очищайте фильтры, чтобы автомобиль работал, потребляя меньше бензина. Используйте правильное моторное масло, иначе двигателю придется работать больше, чем нужно, и тратить бензин. Не обязательно заправляться топливом высшего сорта, если только у вас невысокопроизводительный двигатель, который не может работать ни на чем другом. Топливо попроще поможет вам здорово сэкономить в долгосрочной перспективе. Если руководство по эксплуатации вашего автомобиля советует, но не требует премиум, выбирайте бензин более низкой категории для дополнительной экономии. За последние десятилетия химический состав бензина усовершенствовался, поэтому не беспокойтесь о качестве обычного бензина. Все будет в порядке. Если у вас старый автомобиль, проверьте, насколько хорошо прилегает крышка бензобака. Со временем она начинает пропускать внутрь кислород. Когда это происходит, бензин сгорает гораздо быстрее. Попробуйте заменить крышку бензобака, но будьте готовы к тому, что датчики могут не распознать новую крышку, если вы купите ее не у авторизированного поставщика. Если у вас механическая коробка передач, вам повезло. Вы полностью контролируете число оборотов в минуту. Более низкая передача означает больше оборотов. Чем больше оборотов, тем больше крутящий момент двигателя и тем больше топлива он расходует. Поэтому не затягивайте с переключением на верхней передаче. Это зависит от конкретного автомобиля. Но есть общая рекомендация – переключаться на вторую передачу при примерно 25 км в час и переходить на высшую передачу к тому времени, когда вы будете двигаться со скоростью 50-55 км в час. Багажник и держатель для велосипеда, установленные на крыше вашего автомобиля, лучше убрать. Они увеличивают сопротивление ветру, поэтому двигателю приходится выполнять больше работы для поддержания скорости. Так вы можете расходовать на 20% больше топлива на шоссе и на 8% в городе. Если вам необходимо дополнительное место для хранения, установите держатели сзади. Тем, кто покупает транспортное средство сейчас, стоит обратить внимание на гибридные электромобили, подключаемые гибридные электромобили или полностью электрические автомобили. С электромобилем вы точно сократите расходы на бензин. Предположим, вы не готовы к радикальным переменам. В таком случае многие популярные модели выпускают в гибридной форме. Например, Toyota RAV4, Hyundai Sonata и Volvo XC90. А вот и бонусный совет, который поможет вам сократить расходы на вождение на 100%. Вы готовы? Не садитесь за руль. Точнее, не садитесь за руль, когда это возможно. Добирайтесь на работу пешком или на велосипеде. Пользуйтесь общественным транспортом. Или можете по очереди подвозить друг друга с коллегами, живущими в вашем районе. Вы знаете другие советы по экономии бензина? Может, у вас есть любимые хитрости? Поделитесь ими в комментариях. Нет времени на тренировки? Ходите в зал, но по вам не скажешь, что вы тягаете веса. Совет номер один. Одевайтесь с умом. Избегайте чрезмерно мешковатых вещей. Вы же работали в поте лица, чтобы достичь результатов. Не надо их прятать. Главный трюк – это обтягивающая одежда. Перейдите на облегающие футболки или на те, что на размер меньше вашего. Ваши руки растянут рукава футболки, создавая иллюзию, что вы самый настоящий качок. Зауженные рубашки, пиджаки и хорошо сидящие майки – ваши друзья. Кроме того, выбирайте черный цвет. Он съедает свет, который падает на ваш живот. А еще черный здорово выделяет мускулы. И вы выглядите более накаченным. Мы никому об этом не скажем. Еще одежду можно использовать так, чтобы выглядеть крупнее. Многослойность – ваш друг. Она сделает из вас геркулеса в считанные минуты. Попробуйте надеть бомбер или пуховик. Если по-вашему они слишком уж надутые, вам подойдет кожаная или джинсовая куртка. Она тоже добавит немного объема, делая вас визуально крупнее. Отправляясь по магазинам, ищите вещи, которые визуально увеличат ваши плечи и сузят талию. Они придадут вашему телу V-образную форму, а это главная цель посетителей спортзалов. И, наконец, когда речь заходит об одежде, горизонтальные полоски тоже ваши друзья. Обман зрения сделает вас визуально шире. Ваши плечи будут казаться объемнее, создавая впечатление, что вы мощнее, чем на самом деле. Совет номер два. Прямая спина – это ключ к тому, чтобы выглядеть крупнее. Отводя плечи назад, вы выталкиваете грудь вперед, демонстрируя мышцы. Еще это делает живот более плоским и выделяет трапециевидные мышцы. Сидите, сутулившись, опираетесь на одну ногу, когда стоите. Горбитесь из-за переписок в телефоне – это основные причины плохой осанки. Если вы страдаете из-за этого, попробуйте корсет для коррекции осанки. Они недорогие, и их легко можно спрятать под одеждой. Корсет оттянет назад ваши плечи, и никто даже не заметит, что он на вас надет. Йога – тоже отличный помощник. Освоить йогу просто. На ютубе есть масса полезных обучающих программ, которые помогут вам начать. Поза ребенка – это классическая поза в йоге, которая может сильно улучшить осанку. Исходное положение – встаньте на четвереньки, колени на ширине плеч. Большие пальцы ног должны касаться друг друга. Пройдите руками вперед и вытяните их как можно дальше перед собой на коврике. Опустите бедра на пятки, голову тоже опустите на коврик. Сделайте 5-10 глубоких вдохов и разогнитесь. Попробуйте уделять упражнению по 10 минут каждый день. Вы можете разбить занятия на небольшие части, чтобы точно увидеть результаты. Совет номер 3. Сфокусируйтесь на стройности, а не на мускулистости. Накачанные ребята часто выглядят худощавыми. Им порой суперсложно заполнить облегающую футболку. Это не всегда плохо, но в нашем случае это не тот результат, которого мы добиваемся. В идеале процент жира в организме должен составлять от 10 до 15%. Так вы будете выглядеть плотнее и мускулистее. Если процент меньше, вы можете показаться худощавым. А если больше, вы начнете терять мышечный рельеф, над которым так долго работали. Совет номер 4. Углеводы ваши друзья. Сжигание жира ради стройности не поможет вам накачать большие мышцы. Профицит калорий, напротив, дополнит занятия в зале. Планируя рацион питания на неделю, добавляйте высокоуглеводные дни. Это не только сделает вас крупнее в ближайшее время, но и поможет поддержать силы в фазу потери жира. Мышцы будут выглядеть плотнее, а вы покажете лучшие результаты во время интенсивных тренировок. А еще мускулы могут быть сумасшедши рельефными. Совет номер 5. Тренируйтесь с умом. Если вы регулярно ходите в зал, сфокусируйтесь на плечах. Широкие плечи – это первое, что сделает вас визуально крупнее. Сработает обман зрения. Поставьте накачанного парня с узкими плечами рядом с парнем среднего телосложения с широкими плечами. Тот широкоплечий будет визуально крупнее. Вам покажется, что он мускулистее второго, особенно если он натянет футболку. Вот три лучших упражнения, чтобы накачать плечи. Номер 1. Жим гантелей стоя. Встаньте прямо, удерживая гантели руками на уровне головы. Ладони направлены вперед, локти должны быть разведены в стороны, руки согнуты под углом 90 градусов. Старайтесь не отклоняться назад. Выпрямите руки, выталкивая гантели вверх над головой. Лучше использовать гантели, а не штангу. Это обеспечит равномерное укрепление мышц с обеих сторон. При занятиях со штангой опор лишь на одно плечо для поднятия веса может стать привычкой. Начните с одного подхода из 8-10 повторов. Номер 2. Разведение рук в стороны. Встаньте или сядьте, взяв в обе руки по гантели. Спина прямая, мышцы пресса напряжены. Медленно разводите гантели в стороны до тех пор, пока руки не будут параллельно полу. Затем медленно опустите руки обратно. Постарайтесь сделать подход из 10-12 повторений этого упражнения. Номер 3. Разведение гантелей в стороны в наклоне. На этот раз ноги нужно поставить на ширине плечи. Возьмите гантели в обе руки и выпрямите руки вниз, чтобы они свисали. Ладони должны смотреть друг на друга. Живот втянут, спина прямая. На выдохе поднимаем обе руки, разводя их в стороны. Ваши лопатки должны быть сведены к позвоночнику. Затем на вдохе опустите гантели обратно, вернувшись в исходное положение. В каждом подходе выполняйте от 8 до 12 повторов. Добавьте эти три упражнения в свои тренировки и смотрите, как растут ваши плечи. Еще эти упражнения помогут круто подкачать мышцы рук. Добавьте сюда отжимания и вашим мускулам не будет равных. Кстати, о мускулах. С ними вы всегда будете казаться крупнее. Все мы видели, как бодибилдеры напрягают мышцы перед шоу, чтобы выглядеть мускулистее, чем они есть на самом деле. Основная цель такого напряжения – обеспечить максимальный прилив крови к мышцам. Лучший способ добиться объемных мускулов – тренировки с большим количеством повторов. Старайтесь делать 15 повторов и больше с более легкими весами. Продолжая тренироваться с большими весами, вы лишь переутомитесь и в конечном счете травмируетесь из-за неправильной техники. Тренировка спины не менее важна, чем наращивание мышц плеч. Надо как следует заняться спиной, так что временно отодвинем жим лежа и подъем на бицепс на второй план. Вместо этого сфокусируемся на следующих трех вещах. Номер один. Подтягивание. Вам понадобится лишь турник. Обхватите турник обратным хватом руки на ширине плеч. Выкнимите руки, согните колени и перекрестите голени. Не двигая корпусом, подтянитесь вверх так, чтобы ваш подбородок коснулся турника. Подтянувшись вверх, будет неплохо задержаться на пару секунд в таком положении. Номер два. Тяга к поясу. Вооружитесь штангой и встаньте прямо. Ноги на ширине плеч. Согните колени и слегка наклоните торс вперед. Напрягите мышцы пресса и мышцы плеч. Подтяните штангу вверх к грудной клетке, а затем медленно опустите ее обратно. Для подходов из 80 повторов лучше заниматься с меньшим весом. Номер три. Т-образный подъем рук. Возьмите пару легких гантелей. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Слегка согните колени, бедра отведены назад. Наклонитесь вперед так, чтобы ваше туловище было параллельно полу. Сведите гантели и разверните руки ладонями наружу. Не сгибая рук, поднимите гантели до уровня плеч, а затем опустите их обратно. Попробуйте сделать подход из 15 повторов. Очень важно, чтобы мышцы пресса и ягодиц были постоянно напряжены. Самое прекрасное в этих упражнениях то, что вам совсем не обязательно идти в зал. Вы можете приводить себя в форму, не выходя из дома. Обычные спички можно превратить в водонепроницаемые. Нанесите на них тонкий слой лака для ногтей и дайте ему высохнуть. Спички останутся достаточно сухими, чтобы развести огонь, даже если вы уроните их в воду. Если вы заблудились зимой и хотите пить, не ешьте снег. В снежинках содержится больше воздуха, чем в воде, так что вы вряд ли почувствуете насыщение. К тому же ваш организм потратит на это много энергии. Более того, температура тела может упасть, и вы заболеете. Если вы встретились лицом к лицу с койотом или волком, не поворачивайтесь к нему спиной. Медленно отступите. Однако это может сработать только если животное одно. Если же вы встретили стаю, первым делом нужно сделать так, чтобы вас нельзя было окружить. Отойдите к дереву и прижмитесь к нему спиной, а после выберите подходящий момент, чтобы на него забраться. Несколько слоев одежды согреют вас лучше, чем одна теплая шуба или пуховик. Воздух будет зажат между слоями. Они изолируют вас от холода и не дадут вам замерзнуть. Если вы заблудились в лесу, постарайтесь не спать на земле. Соорудите импровизированную кровать из веток и листьев или растяните гамак между деревьями. Ночью температура воздуха падает, и земля становится холодной. Не рассчитывайте на костер, ведь он может затухнуть, пока вы спите, а земля начнет забирать тепло вашего тела. Вы в лодке посреди моря. Еды нет, в рыболовной сети тоже, а есть хочется. Это должна была быть трехчасовая прогулка. Ну что ж, рыбу можно поймать при помощи шнурков и любого другого предмета, будь то телефон, часы или ключи. Тень, которую лодка отбрасывает в море, может привлечь рыб, а предмет будет приманкой. Привяжите ключи к шнуркам, у вас получится удочка. Даже если не будет клевать, подобные действия – отличный способ сохранить рассудок, находясь в открытом море. Короткая медитация может спасти вас от панической атаки. Сфокусируйтесь на своем дыхании и попытайтесь его замедлить. Ваш мозг тут же успокоится и переключит внимание с нарастающей паники. Кислородные маски в самолетах работают по тому же принципу. Контролируя свое дыхание, вы отвлекаетесь от всего, что происходит вокруг. Вы знали, что факел можно сделать из бревна? Установите небольшое бревно вертикально и сделайте глубокий разрез в форме звезды сверху. Внутрь углубления положите сухую траву, листья и палочки. А затем подожгите. Бревно будет гореть не меньше трех часов. Это должно сработать с бревном любого размера и типа древесины. Встретившись с разгневанным гризли, не пытайтесь от него убежать, потому что медведь легко вас догонит. Вместо этого лягте и не шевелитесь. Обычно медведи бросаются в атаку только если чуют опасность. Если вы дадите медведю понять, что не доставите ему проблем, скорее всего он уйдет. Стоит заметить, что это работает только с гризли. Если стычка неизбежна, медленно отступите назад и воспользуйтесь спреем, отпугивающим медведей. Если у вас такого нет, подойдет и перцовый баллончик. Он дезориентирует медведя и отпугнет его. Или нет. Не ешьте лесные ягоды или грибы, если вы в них не разбираетесь. Они могут быть ядовитыми. Если у вас нет других вариантов, ешьте кленовый, березовый и сосновый луп, чтобы избавиться от чувства голода. Срежьте верхний грубый слой коры дерева. Вы найдете под ним белую мягкую массу. Луп можно сварить, чтобы он стал мягче, или поджарить на открытом огне до образования хрустящей корочки. А если вы очень голодны, поищите муравьев. Выглядят они не совсем аппетитно, но зато очень питательны. Если у вас нет часов, то определить, сколько времени осталось до заката, помогут ваши пальцы. Поднимите руку вверх, ладонью к себе. Пальцы должны оказаться строго между солнцем и линией горизонта. Посмотрите, сколько пальцев войдет в этот промежуток. Толщина одного пальца равна примерно 15 минутам. Так вы можете посчитать, сколько осталось до заката. Если вы заблудились и решили развести костер для привлечения внимания, подкиньте в него сосновые и кедровые ветки, шишки и любые ненужные резиновые предметы. Черный дым от них будет виден издалека. Если вы оказались в пустыне без воды, но с едой, постарайтесь не есть ее как можно дольше. Чем больше вы едите, тем больше вам хочется пить. Организму необходима жидкость для переваривания пищи, поэтому он использует все ваши запасы. Человек способен выжить без еды гораздо дольше, чем без воды. Так что не бойтесь голода. Вы нашли в лесу огромную лужу грязной воды. Если вас мучает жажда, наполните этой водой бутылку и соорудите фильтр. Смастерите веревку из марли или куска одежды. Поместите один конец веревки в бутылку с грязной водой, а другой в пустую бутылку. Очень скоро чистая вода начнет перетекать в пустую бутылку через марлю. Прежде чем отправиться в поход, замените обычные шнурки шнурками из паракорда. Если вдруг вам будет не хватать длинной веревки, шнурки добавят вам пару лишних метров. Если вы заблудились в лесу и вам нечем согреться, соберите с земли сухие листья и траву и проложите их между слоями вашей одежды. Это поможет вам сохранить тепло на долгое время. Если вы потерялись в пустыне, постарайтесь как можно меньше двигаться. Найдите тень или создайте ее из подручных материалов и сидите там до наступления темноты. Передвигаясь ночью, вы потратите намного меньше энергии и израсходуете меньше жидкости. Это также поможет вам избежать риска теплового удара. Если вы провалились под лед, не пытайтесь вылезти так, словно вы в бассейне. Если вы ухватитесь руками за лед и попытаетесь вытянуть себя из воды, лед может треснуть, а вы упадете обратно в воду. Нужно вытянуть руки параллельно поверхности льда, а ноги протянуть назад, чтобы они свободно плавали в воде. Находясь в горизонтальном положении, начните двигать ногами так, будто плывете. Если погода ветреная, а вы хотите развести костер, выкопайте две ямки рядом друг с другом и соедините их небольшим подземным туннелем. Разожгите огонь в одной из ямок. Ветер не сможет его потушить, а воздух к огню будет поступать через вторую ямку. Этот метод может также пригодиться, если вам нужно развести костер, не привлекая лишнего внимания. В темноте такой костер будет почти незаметен. Не выбрасывайте и не лопайте пузырчатую пленку. Возьмите ее в поход. Она защитит вас от холода не хуже самого толстого одеяла. Крошечные пузырьки воздуха – идеальные утеплители. Просто проложите пленку между слоями одежды, и тепло всегда будет с вами. Кроме того, пластик, из которого делается пленка, водостойкий, поэтому с ней вы еще и не промокнете. Когда вы плаваете в море, даже недалеко от берега вас может унести сильным течением. Если это случилось, самое главное правило – не пытаться плыть против течения. Вы лишь потратите силы и, скорее всего, не преодолеете течение. Вместо этого попробуйте плыть поперек течения, вдоль линии берега. Рано или поздно вы выберетесь из течения, а уже потом сможете благополучно добраться до берега. Если вы застряли в падающем лифте, не пытайтесь прыгать в момент столкновения. Не присаживайтесь и не вставайте на ноги. Вам нужно лечь на пол лицом в потолок, раздвинуть ноги как можно шире, накрыть лицо одной рукой, а вторую подложить под голову, чтобы ее защитить. В таком положении вы уменьшите давление на ваше тело во время падения. Вы заблудились. Спасательный вертолет кружит над лесом, а у вас нет ни сигнальной ракеты, ни времени развести костер. Воспользуйтесь зеркальцем или экраном телефона, чтобы отразить лучи солнца. Направьте луч прямо на вертолет. Спасатели заметят сигнал и прилетят к вам на помощь. Вы привыкли просматривать веб-страницы, играть в игры и общаться со своими друзьями в социальных сетях с помощью айфона, который так удобно носить в кармане. Но что если мы расскажем вам о его тайных свойствах и умениях? Нажатие сзади – бэкпер. На задней панели вашего айфона есть яблоко. Можете снять чехол и проверить, на месте ли оно. Скорее всего, сейчас вы думаете, в этом нет ничего секретного. Очевидный логотип бренда на смартфоне. На первый взгляд, ничего интересного. Вот только это не просто украшение, а по сути – кнопка. Не верите? Попробуйте сами. Ну а прежде чем вы начнете нажимать на лого, как будто используете свой телефон задом наперед, нужно зайти в настройки. Есть причина, по которой эта удобная функция считается секретной. Откройте настройки, нажмите «Специальные возможности», а затем «Сенсорное меню» и перейдите в самый низ списка к опции «Бэктэп». Нашли? Отлично! Можно выбрать двойное или тройное нажатие, как вам больше нравится, и привязать к нему действия из списка. Эту опцию можно использовать, чтобы делать снимок с помощью приложения камеры, вызывать Siri, переключать приложение и даже делать снимок экрана. Это проще, чем выполнять пальцами акробатический номер, чтобы снять скриншот обычным способом. Настройка произношения Siri. Вы когда-нибудь просили Siri позвонить другу? Может быть, вы говорили «Сири, позвони Гермионе» и слышали в ответ что-то странное? Ладно, скорее всего, в вашем списке контактов нет лучшей подруги Гарри Поттера, но вам и без того ясно, что это не самое простое имя для произношения. Siri – один из самых умных цифровых помощников для смартфонов. Она склонна поумничать, но иногда с трудом произносит даже привычные имена. Если вам это надоело, вам будет приятно узнать, что произношение Siri можно исправить. Самый простой способ – поймать Siri на месте преступления и сказать «ты неправильно это произносишь». Это побудит Siri запросить правильное произношение для имени, отчества, фамилии или названия места. Как только вы это произнесете, Siri выдаст разные варианты и все, что нужно сделать, выбрать правильный. Если Siri все еще будет испытывать трудности, можно объяснить по буквам. Откройте «Контакты», выберите человека, имя которого Siri произносит с трудом, и выберите «Редактировать». Добавьте произношение в раздел «Заметки», используя фонетическое правописание, и нажмите «Орфографическое произношение». Даже самому умному ассистенту порой нужна помощь. «Эй, Siri! Левиоса, а не Левиоса!» Приложение для измерения. Набор инструментов слишком тяжел, чтобы носить его с собой. Или вы забыли, куда положили рулетку? Не переживайте, у айфона есть то, что вам поможет. А точнее, инструменты, которые удовлетворят ваши плотницкие потребности. Например, приложение Measure. Вам больше не нужна длинная гибкая лента, чтобы измерить журнальный столик, книжную полку или диван. Приложение использует дополненную реальность для измерения объектов вокруг вас с помощью камеры телефона. Просто поводите телефоном, чтобы приложение могло проанализировать область, которую вы собираетесь измерить. Вам поможет белый круг с точкой в середине экрана. Остальное не сильно отличается от измерения рулеткой. Совместите точку с углом объекта, который хотите измерить, и проведите ее до того места, где нужно закончить измерение. Если вы строитель, стоит использовать настоящие инструменты для более точного измерения. Эта опция не предназначена для профессионалов, но подходит для получения примерной оценки. Приложение Measure можно использовать и в качестве уровня. Просто перейдите на вкладку «Уровень» и поместите телефон на поверхность, для которой нужно получить показания. Если экран будет зеленым, с нулевым значением, значит поверхность ровная. Это почти не отличается от функции уровня в приложении Компас, с которым вы, возможно, уже сталкивались. Цифровой набор инструментов сделает вас самым полезным человеком в доме. Создание пользовательской вибрации. Жизнь в наши дни насыщена и динамична. Неважно, находитесь ли вы на работе, в кино или в школе, чаще всего ваш айфон настроен на вибрацию. Да, мелодии бывают классными, но они могут рассердить окружающих, если зазвучат в неподходящий момент. Или, что еще хуже, привести к тому, что недовольный начальник или учитель отберет у вас телефон. К счастью, есть множество вариантов вибрации. Их можно подобрать для разных событий и разных контактов. Ни один из вариантов вам не нравится? У Apple есть решение и этой проблемы. Еще одна скрытая функция айфона – создание пользовательской вибрации для оповещений. Если хотите почувствовать ритм любимой песни, когда вам звонит или шлет сообщение лучший друг, или когда нужно проснуться утром, создайте подходящую схему вибрации на айфоне. Зайдите в настройки, затем в разделе «Звуки и тактильные ощущения» выберите тон, который хотите настроить. Нажмите «Вибрация», затем «Создать новую вибрацию». Следующий шаг – создать рисунок вибрации, как беззвучный диджей, постукивая пальцем по экрану, пока у вас не появится ритм, который вас устраивает. Теперь у вас есть собственная вибрация. С ней и вставать утром станет приятнее, ведь хорошая вибрация – залог удачного дня. Трекпад Пользоваться клавиатурой на смартфоне можно даже одной рукой, а точнее одним большим пальцем. Однако так легко допустить опечатки, и все символы не помещаются на клавиатуре в нижней части экрана. Вы можете набрать длинный текст и заметить, что пропустили букву в одном слове несколько предложений назад, из-за чего искажается смысл всего сообщения. Исправить это непросто. Придется удалить слово или фрагмент текста целиком и написать его заново. По крайней мере, так может показаться. Если вы предпочитаете писать без ошибок, вам стоит перевести клавиатуру в режим трекпада, чтобы упростить редактирование. Это еще одна классная функция на айфоне. К ней легко получить доступ. Все, что нужно, это удерживать палец на пробеле. Все остальные клавиши станут серыми, и вы сможете переместить курсор в любое место. Затем уберите палец с клавиши пробела, чтобы продолжить ввод текста. Еще одна проблема при наборе текста на крошечной клавиатуре айфона — это переключение вкладок для цифр и символов. Бывает крайне утомительно несколько раз перескакивать с одной вкладки на другую. У клавиатуры айфона есть еще одна скрытая функция, которая все упростит. Зажмите клавишу с цифрами «1, 2, 3» и откроется вкладка с цифрами и символами. Пока вы ее удерживаете, вкладка будет оставаться открытой, чтобы вы могли набрать нужные символы. Отпустите кнопку, и вы вернетесь к буквам. Скоро вы привыкнете печатать так быстро, что сможете написать роман на своем смартфоне. Вы когда-нибудь привязывали веревку между двумя жестяными банками, чтобы поговорить с другом через всю квартиру? Тогда это казалось крутой идеей, но в банке не могла сообщить погоду или отправить электронное письмо. Да, с тех пор телефоны прошли большой путь. Как мы вообще жили без смартфонов? Они стали почти как одежда или обувь нашими постоянными спутниками. Теперь вы знаете несколько полезных хитростей и можете использовать айфон словно профи. Но если эти секреты не для вас, всегда есть проводной телефон. Он уж точно не разрядится. Наверняка это не то, что вы представляете, когда думаете о кешью. Но пользователь Redditor нашел их именно такими в магазине в Бразилии. Оказывается, это не настоящие орехи. Кешью появляются на кончике плода, похожего на яблоко. Для него есть специальное слово друппе или косточковый плод. Так вот, кешью — это друппе, так же как миндаль и фисташки. Родина кешью — Бразилия. Дерево завезли в Индию португальцы в середине 16 века. Оттуда оно распространилось в Азию, а затем в Западную Африку. Сегодня эти регионы являются крупнейшими производителями кешью. Главным потребителем являются США. Они получают 90% мирового урожая. Раз уж мы заговорили о продуктах, я покажу вам еще парочку. Вот, например, как растут ананасы. Интересный факт. Ананасы не относятся к тем фруктам, которые растут быстро. Их рост занимает от 16 до 24 месяцев. Кроме того, одно растение может произвести не более трех ананасов за всю свою жизнь. Интересно, что каждый сегмент ананаса когда-то был цветком. Знаете, как баклажаны называются в английском? Eggplant. Странно, но если увидеть, как они растут, то все становится на свои места. Они и правда похожи на растущие яйца. Кроме того, баклажаны не овощи. С точки зрения ботаники, это ягода, как и арбузы. Кроме того, баклажаны бывают не только фиолетовыми, но и белыми, зелеными и даже фиолетовыми с белыми полосками. Вы никогда не догадаетесь, что это такое. Нечто похожее на букет цветов на самом деле брокколи, которую еще не собрали. Кстати, эти цветы съедобны. Брокколи известна по меньшей мере 2000 лет. Она была любимой едой древних римлян. Но в Северной Америке она появилась только в 20-х годах прошлого века. Итальянские иммигранты привезли ее в Калифорнию и начали продавать. Сейчас США занимают третье место по производству брокколи после Китая и Индии. А вот во что превращается артишок, если дать ему расцвести. Итак, артишок – это фактически нераспустившийся цветок. Он также один из самых древних продуктов питания. Помните, что ананасу требуется около двух лет, чтобы произвести плод. А растение за свою жизнь может вырастить только три ананаса. Артишок выращивает 20 плодов в год. И это один из самых полезных овощей, когда речь идет об антиоксидантах. Это фотография спящей черепахи. Многие из них спят внутри своего панциря, инстинктивно, чтобы защитить себя от хищников. Тем не менее, некоторые черепахи не могут втянуться в свой панцирь, поэтому они спят в позах, подобных этой. Эти животные активны днем и спят ночью. Количество сна необходимого черепахи зависит от вида. Оно может составлять от 10 часов до всего одного. В среднем черепаха дремлет 4-6 часов. Когда она ложится спать, ей очень важно найти безопасное место. Черепахи могут прятаться под листьями или в норах в земле. Вы когда-нибудь видели лапы хамелеона? Пожалуйста. Так вот, у них два пальца на внутренней стороне стопы и три на внешней, если говорить о передних лапах. А для задних все наоборот. Хамелеоны живут на деревьях, и их лапы помогают им лучше лазать. Мы все знаем об уникальной способности хамелеонов менять цвета, но они меняют их не для маскировки. На самом деле, цвет зависит от настроения хамелеона, температуры вокруг, влажности и освещения. А знаете ли вы, что у некоторых из них языки в два раза длиннее тела? Вы когда-нибудь видели гусиный рот вблизи? У них есть зубы, только называются они клювами. Гуси – очень преданные существа. Это не миф, что утенок привязывается к первому движущемуся объекту, который он видит после вылупления. Неважно, гусь – это человек или просто предмет. Они будут привязаны к нему на протяжении всей своей жизни. Гуси также выбирают себе пару на всю жизнь и очень заботятся о своем потомстве. Если они теряют своего партнера, то оплакивают его. Кроме того, если один из гусей в группе заболеет или будет ранен, несколько других гусей останутся с ним, чтобы заботиться о нем. Этот милашка – новорожденный аллигатор. Но пусть вас не обманывает его милый Вик. У него уже около 60 зубов. Пол аллигатора определяется не по ДНК, а по температуре. Если яйца были отложены в жаркую погоду, то из них вылупятся самцы. Если же в холодное время года, то будут самки. После вылупления аллигатору требуется 10 лет, чтобы стать взрослым. В целом, в дикой природе аллигаторы живут около 35 лет. Кроме того, аллигаторы, в отличие от крокодилов, не могут жить в соленой воде. У них нет специальных желез для выведения соли из организма. А это – новорожденный голубь. Наверняка вы видели тысячи голубей за свою жизнь, но новорожденных – никогда. Это потому, что новорожденные голуби остаются в гнезде около 6 недель. Дольше, чем любая другая птица. Ко времени, когда они покидают гнездо, они выглядят почти как взрослые голуби. Поэтому неудивительно, что вы никогда не замечали разницы. Кроме того, голуби, возможно, являются первыми птицами, а домашненными людьми. Они – настоящие эксперты в навигации. Могут найти дорогу домой, находясь на расстоянии 2000 километров. Это больше, чем расстояние между Нью-Йорком и Флоридой. Считается, что у голубей врожденное чувство ориентации в пространстве. В древние времена голуби доставляли почту. Это – род коровы. Эти щетки называются коническими сосочками. Они помогают корове пережевывать пищу. Угол обзора коров – 330 градусов. Поэтому мало что может устальзнуть от их внимания. Помните, что некоторым черепахам требуется всего один час сна в сутки. Коровы спят еще меньше – около 30 минут в день. И это время делится на 6-10 коротких периодов глубокого сна. Эти животные лежат около 10 часов в сутки, а остальное время преодолевают довольно большие расстояния. И да, они также выпивают около 100 литров воды в день. Можете ли вы догадаться, что это такое? Это песок под 300-кратным увеличением. Песок – это горная порода, разбитая на микрочастицы в течение миллионов лет. Кроме того, на одной песчинке живут сообщества микробов. Они такие крошечные. Несмотря на то, что песка очень много, он все равно является ценным материалом. Из него делают бетон. А некоторые страны, например, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур, нуждаются в тоннах песка, чтобы расширить свою территорию, создав дополнительные острова. А вот так выглядят пазухи носа. Это полые пространства в лицевых костях, за лбом, носом, скулами и между глазами. Они очень важны, поскольку вырабатывают слизь. Эта жидкость в носу фильтрует, согревает и увлажняет вдыхаемый воздух. Синусы также помогают различать вкусы. Без них еда была бы не такой вкусной. Это внутренности шара для боулинга. Вы можете заметить, что внутри он несимметричен, поэтому вес распределен неравномерно. Это позволяет шару двигаться по изогнутой траектории. Кстати, боулинг появился 5000 лет назад в Древнем Египте. Да, это не новый вид спорта, и он был популярен во всем мире. Правда, правила и оборудование везде были разными. Первая дорожка для боулинга была построена только в 19 веке в Нью-Йорке. А вот забытая упаковка сахарной ватой. Вата сморщилась так, будто ее никогда и не было. По сути, она состоит только из двух ингредиентов – цветного сахара и воздуха. Итак, теперь мы знаем единственный в мире ингредиент, который пока что является бесплатным – воздух. А нить сахарной ваты на самом деле тоньше волоса. Кстати, 7 декабря – день сахарной ваты. Надеюсь, вы его отпраздновали. Если нет, отметьте день в своем календаре на следующий год. В составе ваты всего два ингредиента и совсем нет жира. Кроме того, она была создана кондитером и дантистом. Представьте, что вы детектив, который должен раскрыть тайны известных картин мира. Я говорю о работах Да Винчи, Микеланджело, Пикассо. Возьмите с собой лупу – наше путешествие начинается. Мы отправляемся в Рим. Насладившись вкусной пастой, вы идете в Сикстинскую капеллу. Там находится самый известный в мире потолок. Кстати, говорят, что итальянский художник Микеланджело писал свои фрески лежа. Но это неправда. Художник создал сложную систему из платформ, которая позволяла ему писать стоя. Вы изучаете фреску посередине – сотворение Адама. Автор этого шедевра – Микеланджело – был известен своими исследованиями в области анатомии человека. Искусствоведы утверждают, что правая часть картины – это анатомически правильное изображение увеличенного мозга. Чтобы проверить это, вы пытаетесь совместить изображение органа и произведение искусства. Вроде совпадает. Мозжечок, зрительный нерв, гипофиз – все на месте. Даже зеленый шарф кажется похож на позвоночную артерию. Некоторые исследователи думают, что так Микеланджело пытался изобразить знания и мудрость. Но вам нужно хорошенько выспаться, прежде чем делать выводы. Дальше вы садитесь на поезд и прибываете во Флоренцию. Делаем перерыв на мороженое, а затем отправляемся в галерею Академии, где вас ждет одна из самых знаменитых мировых скульптур – Давид Микеланджело. Давид – это мраморная статуя высотой 5 метров. На ее создание ушло примерно три года. Но всех интересует, какое же у нее настоящее выражение лица. Если смотреть на статую снизу, кажется, что лицо Давида выглядит безмятежным и умиротворенным. Искусствоведы утверждают, что работа во многом была неправильно понята. Скорее всего, дело совсем в другом. Если присмотреться, можно заметить, что брови его нахмурены, а вены на руках вздулись. Не похоже на человека, который расслаблен. Микеланджело хотел изобразить Давида перед важным противостоянием. В Италии много шедевров, поэтому мы здесь задержимся. Вы все еще во Флоренции и направляетесь в знаменитую галерею Уфиции. Здесь выставлено много известных картин, но вас интересует «Весна Боттичелли». Эта работа сразу вызывает вопросы, потому что специалисты не могут сказать, когда именно она написана. Все потому, что картина много лет оставалась без названия, пока его не придумал художник Джорджо Вазари. Обычно критики и зрители восхищаются фигурами на переднем плане весны. Но дело в том, что Боттичелли проделал огромную работу, нарисовав больше 46 разных видов растений с почти одинаковой точностью. А в общем, на картине растения повторяются более 200 раз. Просто невероятно. Кажется, впечатлений уже достаточно, правда? Или вы готовы продолжать? Тогда мы летим в Париж. Город фонарей, беретов и знаменитой Монэ Лизы. Вы приезжаете в Лувр и подходите к шедевру Леонардо да Винчи – Джоконди. Вокруг этой картины ходит много слухов. Специалисты представили веские доказательства того, что Монэ Лиза могла быть автопортретом самого да Винчи. Историки тщательно сравнили их лица. И знаете что? Они выглядят поразительно похожими. А еще есть теория насчет улыбки Монэ Лизы. Стоматолог и искусствовед Джозеф Бортковский утверждает, что раскрыл ее секрет. Он говорит, что напряженное выражение лица характерно для человека, у которого нет передних зубов. Что ж, возможно, так оно и есть. В 2010 году итальянский комитет по культурному наследию обнаружил в картине спрятанный набор символов. Их можно увидеть только через увеличительные линзы. Оказалось, что в правом глазу Монэ Лизы Леонардо написал «Л.Ви». Специалисты считают, что это подпись да Винчи. Но другие символы «Си» и «И» в левом глазу и число 72 чуть ниже арочного моста вызывают много вопросов. Фух, большая часть путешествия уже позади. А напоследок не забудьте проверить, действительно ли Монэ Лиза за вами следит. Теперь вы отправляетесь в Амстердам, чтобы посетить Государственный музей. Вы пришли посмотреть на одну из картин Рембрандта, которая таит в себе загадочную историю. «Ночной дозор» – одна из самых известных картин Рембрандта. Но эксперты утверждают, что ее название не соответствует содержанию. Давайте посмотрим внимательнее. На картине изображена большая группа людей, готовых приступить к выполнению задания. Техника Рембрандта называется «кьяроскуру» – подчеркивание контраста между светом и тенью. До 1947 года искусствоведы считали, что художник изображал ночные события. Когда картину очистили от толстого слоя пыли, стало понятно, что действие происходило днем, а солнечный свет падал сверху слева. Но менять название на «Дневной дозор» уже поздно. В Амстердаме вы найдете музей, посвященный работам Ван Гога. Знаете ли вы, что он написал больше 900 картин всего за 10 лет? В музее Ван Гога находится самая большая в мире коллекция картин с желтыми подсолнухами. Кстати, почти во всех картинах этого художника преобладают желтые оттенки. Такая особенность его работ объясняет его видение мира. Некоторые специалисты считали, что какие-то лекарства, которые принимал Ван Гог, изменили его восприятие цвета таким образом, что он стал видеть больше желтого. Итак, теперь вы отправляетесь в Великобританию, в Национальную галерею. Можно часами смотреть на картину Яна Ван Эйка «Портрет часы Арнольфини» и не увидеть ничего необычного. На переднем плане пара держится за руки и смотрит на зрителя. Но если внимательно присмотреться к зеркалу на стене, вы увидите в комнате еще двух человек. Говорят, что мужчина на картине поднял руки в знак приветствия людей, которых видно в зеркале, и что один из них – сам Ван Эйк. О, и это не единственная отметка, оставленная художником. Над зеркалом можно увидеть подпись «Здесь был Ян Ван Эйк, 1434 год». Кстати, известный итальянский художник эпохи Возрождения Караваджо тоже оставил небольшую пасхалку на одной из своих знаменитых картин «Вак». Ее трудно заметить. Крошечный автопортрет спрятан в наполовину наполненной банке в левом нижнем углу картины. Чтобы увидеть его, понадобятся высокие технологии или мощные увеличительные линзы. Но автопортрет точно есть. Мужская фигура, то есть Караваджо, с кистью в руке. Забавно, но впервые его заметили в 1922 году. Больше, чем через 300 лет после того, как картина была закончена. Они забыли из-за того, что она плохо сохранилась. В конце путешествия вы летите через Атлантику, в Чикаго. В огромной коллекции художественного института хранится известная картина Пабло Пикассо «Старый гитарист». Секрет этой картины хорошо спрятан. Поэтому, чтобы его найти, нужна помощь рентгеновских аппаратов и современных технологий. Но результат того стоит. Оказывается, Пикассо написал старого гитариста поверх другой незаконченной картины. Можно рассмотреть очертания наполовину нарисованной женской фигуры, от которой Пикассо отказался в середине работы. Тогда начинающие художники часто прибегали к такому способу экономии денег, потому что полотна дорого стоили. Что ж, на этом наше кругосветное путешествие окончено. Пора отдыхать, Шерлоки. Что может быть лучше хорошего тоста с маслом на завтрак? Правда, намазывать на тост холодное сливочное масло бывает трудно. Поэтому можно взять терку для сыра. Просто возьмите кусок масла и натрите столько, сколько нужно. Этот процесс размягчит сливочное масло и облегчит намазывание. И вам не придется растапливать слишком большое его количество. Макароны бывают разных форм и размеров не просто так. Это потому что каждый вид пасты лучше всего сочетается с определенным соусом. Например, ракушки идеально сочетаются с более густыми и жирными соусами. Почему? Потому что соус попадает внутрь, что облегчает подачу и употребление блюда. Ребристая поверхность также помогает покрыть ракушки соусом. Если у вас подгорело печенье, это можно исправить с помощью все той же терки. Просто сточите все почерневшие части на терке после того, как аккуратно достанете печенье с противня. Главное подождать, чтобы печенье остыло. А если вы немного испортите форму, то всегда можно залить печенье растопленным шоколадом. После того, как шоколад остынет, у вас получится печенье идеальной формы. Хотя после того, как вы их съедите, будет ли форма печенья иметь хоть какое-то значение. Если вы предпочитаете класть в бутерброды много ингредиентов, но при этом вам совсем не нравится, когда хлеб становится сырым, есть способ уменьшить количество влаги. Возьмите нарезанные помидоры или огурцы и положите их минут на пять между двумя бумажными полотенцами. Кроме того, не забудьте сначала намазать хлеб маслом, сыром или соусами. Например, майонезом или кетчупом. Это поможет запечатать хлеб и не допустить попадания на него влаги. Некоторые думают, что маленькую белую нитку, которая находится рядом с яичным желтком, перед приготовлением яйца нужно удалять. Это халаза, и от нее совсем не нужно избавляться. Она помогает удерживать желток на месте в центре яйца. Халаза не портит консистенцию или вкус, поэтому ее удаление никакого смысла не имеет. Вы когда-нибудь замечали, что у коробки с соком есть два клапана? На самом деле это ручки. Производители делают коробки таким образом, чтобы нам было легче их удерживать. Так коробка не сдавливается и сок не вытекает. Не нужно быть настоящим шеф-поваром, чтобы знать, что при готовке используется как белый, так и коричневый сахар. Но вы когда-нибудь думали, чем они отличаются? Оказывается, единственное их отличие в том, что во время производства в коричневый сахар добавляют патоку. Патока – это, по сути, разновидность сиропа, который получается при переработке сахарного тростника. Обычно в процессе рафинирования его удаляют, и именно так получается белый сахар. Но если в конечном продукте остается патока, то получается коричневый сахар с его специфическим вкусом и более темным оттенком. Есть много вещей, которые можно класть в посудомоечную машину, кроме посуды. Например, силиконовые прихватки, ручки от духовки или плиты, кухонные губки и многоразовые полотенца. У средств для мытья посуды тоже есть много разных способов применения. Например, им можно чистить от грязи садовую мебель. Просто положите немного средства в теплую воду и используйте раствор для протирания уличной мебели куском ткани. Затем тщательно все помойте садовым шлангом. А еще таким образом можно избавиться от жирных пятен на одежде, будь то соус для пасты или заправка для салата, или все остальное, что не попало в рот. Просто нанесите на пятно немного средства, а затем смойте водой. Для светлой одежды используйте бесцветное средство. При более сложных пятнах дайте средству время впитаться, а затем бросьте одежду в стиральную машину. И подумайте о том, что пора бы уже купить фартук. Если ваши шкафы перегружены одеждой, есть простой способ навести порядок. Воспользуйтесь правилом «одно пришло, другое ушло». Это значит, что каждый раз при покупке нового предмета одежды вам нужно избавиться от того, что у вас уже есть. Таким образом, у вас в шкафу будут только необходимые вещи. Для быстрого поиска одежды самые используемые вещи держите на уровне глаз, так их будет легче найти при спешке. Вещи, которые используются реже, например, вечерняя одежда, можно держать на нижних или верхних полках. Емкости от дезодорантов Old Spice могут быть очень полезны, если к их внутренней стороне приклеить мощные магниты. Их можно использовать для хранения повседневных вещей, кухонных щипцов, ложки для мороженого или даже столовых приборов. А еще их можно прикрепить к любой металлической поверхности, например, к дверцах холодильника. Там они будут прекрасно сочетаться с вашими кухонными магнитами. В прачечной есть отличная вещь для сбора шерсти домашних животных. Это даже лучше, чем валики для ворса. С помощью салфеток для кондиционирования белья можно легко собирать собачью или кошачью шерсть. Они подходят для всех поверхностей, но особенно эффективны для мягкой мебели. Если вам не нравится скрипящая дверь, возьмите кусок мыла и натрите им петли. Но это поможет лишь на некоторое время, так что не поленитесь сходить в хозяйственный магазин и купить специальную смазку. Вы когда-нибудь замечали, что в лифтах рядом с номером определенного этажа бывает значок звездочки? Нет, это не обозначение офиса какой-то суперзвезды. Это нужно для того, чтобы обозначить ближайший выход. И выход не всегда бывает на первом этаже. Обычно он находится на этаже, который ближе всего к улице. Вы когда-нибудь задумывались, почему знаки Стоп красные? Раньше у них вообще не было определенного цвета. До 20-х годов прошлого века у них не было даже стандартизированной формы. В 1922 году за основу взяли восьмиугольник, но тогда они были желтыми. А все потому, что красный цвет слишком быстро выцветал на солнце, поэтому желтый цвет казался лучшим вариантом. Понадобилось еще 30 лет для изобретения стойкой к выцветанию краски. В итоге цвет знака Стоп сменился обратно на красный. В конце концов, все согласятся, это самый заметный цвет. Вы знали, что есть сорт роз, которые могут вырасти выше людей? Согласно книге рекордов Гиннесса, самый высокий розовый куст в мире вырос в Вене, Австрия. Его высота составляла целых 8 метров. Да, бывают же чудеса. Точно так же, как не бывает людей с одинаковыми отпечатками пальцев, не бывает и тигров с одинаковыми полосками. Именно так люди, которые с ними работают, отличают их друг от друга. В подвале здания Белого дома есть собственный цветочный магазин. Там составляют цветочные композиции для всех официальных мероприятий, которые проходят в резиденции. Неудивительно, что пицца стала основным американским блюдом, несмотря на ее итальянское происхождение. Каждую секунду в США продается по 350 кусочков пиццы. Чтобы удовлетворить этот огромный спрос, около 17% всех ресторанов в США являются пиццериями. Есть отличный способ приготовления лимонного сока таким образом, чтобы косточки не попадали в напиток. Нужно разрезать фрукт пополам и отжать его с помощью кухонных щипцов. Острая часть лимона должна смотреть вниз. Итак, сок потечет вниз, а косточки останутся в лимоне. Кстати, лимонад очень хорошо сочетается с пиццей. Вы примеряете джинсы, платье или пиджак и уже собираетесь засунуть руку в карман. Как вдруг! Понимаете, что это просто имитация. Кармана нет. Но зачем кому-то создавать карманы, в которые ничего нельзя положить? Сейчас самое время поднять с пола свой айфон. Причина появления фальшивых карманов проста. Если одежда имеет определенный покрой или форму, карманы могут ее испортить. Они могут изменить форму изделия либо еще на складе, либо уже на розничной полке. Решение проблемы? Избавиться от карманов в ключевых местах. К тому же искусственные карманы явно дешевле. И они не растягиваются. Интересно, что эта практика появилась еще в 17 веке. Именно тогда карманы действительно были съемными. Они напоминали маленькие сумочки. И женщины, например, могли перекладывать их из одного наряда в другой. К сожалению, это было также очень удобно для карманников. Они могли схватить такой карман и убежать с ним. Затем одежда стала более обтягивающей. И вместо прикрепляемых мешочков в нее стали вшивать тонкие карманы. Считалось, что это делает силуэт человека более привлекательным. Но вскоре в моду вошли более тонкие юбки и карманы исчезли. Вместо них люди стали использовать сумочки. В наши дни большинство карманов настоящие. Но некоторые из них все еще поддельные. Как же убедиться, что мы не превратим фальшивый карман в дырку, думая, что он настоящий? Прежде всего, посмотрите на строчку по краю кармана. Там, где он должен открываться. Если вы видите одну свободную нитку, просто оторвите ее кусочек и начните осторожно тянуть. Если карман настоящий, нитка легко выйдет. Но если вы чувствуете, что шов не поддается, скорее всего, карман искусственный. В этом случае просто оставьте все как есть. Теперь перейдем к другим повседневным предметам, которые могут скрывать секреты. Например, бороздки на некоторых видах чипсов. Во-первых, они помогают распределять специи и приправы. Другими словами, те самые вещества, которые и придают чипсам вкус сыра, в основном хранятся внутри этих линий. Кроме того, они делают чипсы более хрустящими. Выделители заполнены специальными полупрозрачными флуоресцентными чернилами, которые могут светиться в тусклом свете. Наиболее популярны желтый и светло-зеленые оттенки, поскольку они не мешают видеть текст после черно-белого ксерокопирования. Фотокопировальные аппараты воспринимают желтые и светло-зеленые следы как почти несуществующие и не печатают их. Когда-то у только что появившихся джинсов была одна проблема. Рабочие шахтеры, которые были их первыми носителями, слишком сильно давили на одежду. В результате швы не выдерживали нагрузки и рвались. Чтобы этого не происходило, были изобретены крошечные металлические шипы. Большинство металлических молний имеют внутри скрытый замок, поэтому не стоит оставлять ручку молнии в поднятом положении. Когда вы тянете ее вниз, она автоматически закрывается. Это происходит благодаря нескольким крошечным бороздкам, спрятанным под ручкой. Теперь о горизонтальных линиях на пластиковых бутылках. Они помогают удерживать бутылки в стоячем положении. Некоторые бутылки производятся из мягкого пластика. Без этих линий они бы не держали свою форму. Вместо этого они бы легко скручивались или даже ломались. Пена для ванны нужна не только для удовольствия или приятного запаха. Она также помогает регулировать температуру. Пузырьки сохраняют воду горячей, и вы можете наслаждаться купанием дольше. С резиновой уточкой или без нее. Вы когда-нибудь замечали слой прозрачной жидкости в гелевых ручках? Это так называемая жидкость для чернил. Гель в таких ручках содержит частицы пигмента, растворенные в полимерном растворе. Гель должен быть достаточно густым, чтобы удерживать частицы пигмента, но в то же время достаточно тонким, чтобы стекать сначала на шарик, а затем на бумагу. Основная задача прозрачной жидкости – быть барьером, препятствующим испарению или вытеканию геля. Без нее ваша гелевая ручка не смогла бы функционировать. Жидкость всегда остается в одном положении и не растворяется вместе с гелем. Она также не движется назад и не вытекает из ручки. Отверстия в нижней части наушников позволяют воздуху циркулировать вверх и через динамики. Это способствует увеличению низких частот, делая звучание басов более глубоким. Качество звука также становится намного лучше. Некоторые пластиковые контейнеры для молока имеют вмятины на боках. Как бы они ни старались, они просто не могут припарковать машину без повреждений. Шутка. Эти вмятины служат нескольким целям. Во-первых, когда молоко портится, давление внутри контейнера повышается. Вот здесь и пригодится вмятина. Она не дает кувшину раздуться. Кроме того, если вы решите заморозить молоко, оно будет расширяться, как и любая другая жидкость. И опять же, вмятина не даст контейнеру взорваться в морозилке. Полезно. Окна самолетов имеют закругленные края, и это очень важная мера безопасности. Она предотвращает авиакатастрофы. Слабые места обычно расположены в углах. Если бы окна самолетов были квадратными или прямоугольными, у каждого из них было бы четыре потенциально слабых места. Под давлением они бы потрескались. Если вы внимательно посмотрите на контактные сети трамвая, то увидите, что они зигзагообразно движутся вперед и назад. Они по прямой линии. Дело в том, что все трамваи имеют токоприемники, прикрепленные к крыше. Верхняя часть приемника постепенно изнашивается под воздействием воздушного провода и в конце концов требует замены. Для равномерного износа провода прокладываются не строго по пути следования трамвая, а зигзагообразно. При движении трамвая токоприемник скользит по проволоке и равномерно изнашивается. Возможно, вы задавались вопросом, почему некоторые канистры для бензина имеют два отверстия с крышками. Одно больше, другое меньше. Раньше я думал, что маленькое отверстие используется, когда вы переливаете что-то в меньшую емкость, но я ошибался. Очень редкий случай. На самом деле, вы должны открутить крышку перед тем, как налить бензин в большее отверстие, чтобы он не пролился на вашу одежду и на землю. Большинство пуговиц на рубашке вертикальные, но верхняя и иногда нижняя горизонтальнее. Причина проста. Эти две пуговицы выскальзывают чаще других. К счастью, производители нашли решение, которое может предотвратить это. Горизонтальные петли. Умно. Пуговицы меньше выскальзывают из таких петель. Пакетики с сахаром или солью легче открыть, чем многие думают. Нет необходимости отрывать один из концов. Правильный способ – разорвать их посередине. У некоторых ботинок есть петли, торчащие сзади. Их основное назначение – помочь вам легче натягивать обувь. Просто потяните за петельку, когда проталкиваете пятку в ботинок. Вы также можете использовать эти петельки, чтобы повесить ботинки на крючок, когда они грязные, или когда вы хотите высушить их после стирки. Или можно пропустить шнурки через петлю, если вы хотите завязать их вокруг лодыжки. Находясь на борту самолета, вы можете заметить маленький треугольник над своим креслом. Такие треугольники показывают летному экипажу лучшие места для проверки закрылков самолета через иллюминатор. На всякий случай, если они закрываются. Если ваша обувь очень скользкая, просто возьмите немного наждачной бумаги и потрите ею подошву для лучшего сцепления. Так она станет более цепкой, и вы сможете носить ботинки в дождь. Если они слишком намокнут, они могут стать скользкими, но это только в том случае, если у вас говорящие ботинки. Если вы просверлите несколько отверстий на дне мусорного бака, укладывать и вынимать мусорные пакеты станет намного проще. У вас не будет проблем с их вытягиванием. Силикагель обычно можно найти в сумках, обуви и других покупках. Этот гель впитывает лишнюю влагу. Не выбрасывайте его. Каждый раз, когда ваша обувь промокает, положите внутрь несколько пакетиков силикагеля. На самом деле термос был изобретен не для того, чтобы согревать кофе. Он был сделан шотландским ученым, который искал надежное место для хранения своих химикатов при стабильной температуре. Поэтому он взял две бутылки, поместил меньшую бутылку внутрь большей и удалил воздух между ними с помощью вакуума. В общем, спасибо за горячий кофе!